приветствую всех дорогие друзья на канале просто дима как обычно еженедельный мой обзор стоянки автоконфиската брестки брестской стоянки сейчас посмотрим что тут у нас поменялось на moto или нет все стоит альфа 354 рубля 427 рублей пегасус минск 242 вот этот еще один минск 307 и вот этот вот с непонятным названием китайский 15 года 913 рублей тут тоже все все как бы без изменений велосипеда смотрю вообще нету прицеп этот 587 рублей что-то не уценяется и вот этот мотоблок 721 руб вот кстати прошлой неделе новинка вот это кстати более подробно семнадцатого года рафик двухлитровый бензин на автомате 46000 есть там у меня на втором канале более подробный осмотр и вот смотрите появилась точно такая же машина ну практически такая же только на год старше ты шестнадцатого года тоже двухлитровый бензин такая же практически цена но пробег тут ребята всего 25 тысяч километров в барановичи она пришла по крайней мере вы арестована была в барановичах не знаю за что полноприводная ну очень они похожи и прям даже если честно создается такое ощущение что может они даже от одного владельца но как бы я не не утверждаю то есть просто просто очень они прям как близнецы две близнецы ну это и вот что вижу немножко есть такая потертость на двери ну вроде бы ну да с легкой вмятинкой вот здесь вот наручке ручки чуть-чуть досталось машина закрыты ну что такое 27000 для тойоты 20 с 27000 километров ну я так понимаю что это даже не обкатка даже не обкатка ну да похожая комплектация и тут и там тоже руль обтянутый кожей автомат парактроники ну как бы близнецы близнецы братья идем дальше тут пока ничего и нового не вижу вот это века мебельный фургон уже достаточно давно тут посмотрим может немножко уценилась 13 500 без изменений пока цена каравелла дизельная 6 по 700 достаточно уставшим тоже это не новинка уже и вара десятого года 23 300 дизельный кстати тут ссадина такая что не обратил внимание мы была она или нет транзитик дизельный тоже не новинка 3 213 был уже давно посмотрим пойдем дальше омега 2 300 ничего не поменялось поэтому вита приостановка 207 пыжик девятого года 8 200 есть покоцаны со всех сторон ford дизельный 3 400 вот с такими вот подушками открытыми вот новиночка mazda шестерка 626 газ бензин 18 1728 рублей где-то около 800 долларов она стоит давайте посмотрим новинку сразу видно меняный бампер ну и можно догадаться чего у меняный то есть видите какой капот то есть ну с капотом решили не заморачиваться оставили тот же бампер поменяли то есть фара по ходу фару тоже по ходу менее на это есть получила она по носу понятно mazda коррозии цвет отличается крыла тут вот шагрень видно на дверях все болтается такие вот коцки ссадины это кузов у нас кузов у нас хэчбэк полка задняя есть вот тут целый комплект ребят смотрите полный комплект автоматов там автолюбителя даже сиди ченчат какой-то вот так вот я так понимаю да на 10 дисков ченчат полка задняя запаска как бы укомплектован автомобиль резина резина так себе колпаки да, оригинальные даже боты там какие-то, видите, молотки боты, ну и короче короче, машина укомплектована все как положено вот даже вот такой вот аккумулятор, не знаю живой он или нет, магнитолы магнитолы нету ну возможно она есть, просто она демонтирована салончик велюровый ну надо сказать с этой стороны еще машина более-менее выглядит вот такая вот коррозия на порогах не, салон нормальный 451 тысяча ну вот тут вот видите как все разваливается ну судя по тому, что это снято скорее всего скорее всего там что-то возили полный электропакет тут вот вырваны вот эти вот пластмасски ну тут что-то мне подсказывает что это от контрабандиста машина машина хотя могу и ошибаться конечно за 800 долларов ну вот за то, что я вижу такое видите, газовое оборудование четвертого поколения такое достаточно достаточно новое чисто визуально вот посмотрите форсунки как новое ну тут все так как в рабочей машине достаточно грязненькое смотрите как вот пострадал уже стакан с той стороны чуть лучше но тоже коррозия присутствует мне кажется дороговато а, ну еще я вижу то есть от поляка машина то есть польская стоит бирка то есть скорее всего контрабандиста польского ну и кстати кседос уже тоже уценился 2 964 он стоит ну такой уставший достаточно дракон красный 677 рублей кто-то спрашивал там он на ходу или не на ходу и ребят не знаю но думаю что старый дизельный пассат завести там проблем особых нет главное аккумулятор и солярка ксантия 1468 рублей вот с таким вот выворотом 5 гольф 11 924 такой еще может быть показывал я его более подробно на втором канале своем мандела 97 года 1857 рублей это новинка с прошлого раза вот с таким вот повреждением не вижу смысла на ней останавливаться 605 пыжик 1400 рублей на автомате бензиновый ну бира это уже тут динозавр можно сказать полторы тысячи рублей не уценяется посад газ бензин 2 932 чуть-чуть уценился это был больше 3000 где-то 3,5 с таким вот повреждениями вот это вот А6 тоже самое не новинка уже 5500 2 литровый бензин гольф чуть-чуть уценился 6600 97 дизельный в универсале вот это вот копеечка с прошлого раза с прошлой недели новинка 432 рубля еще пока она не уценилась это и понятно премьера 94-го года бензиновый 973 рубля мерс этот не знаю что-то тут его раскурочили 1700 рублей 124 наверное что-то я стекла там не вижу или она упала в общем не знаю что-то с ним случилось девяточка 799 рублей эвазион 2240 тоже уже давно стоит этот форт 2400 дизельный тоже уже давненько фасад 2295 B3 дизельный стоит вот этот манде уже очень здесь давно 758 рублей он уже стоит 300 долларов чуть больше еще один B3 пасад дизельный 1800 рублей тоже не новинка этот B4 показывал на втором канале тоже дизельный 3400 3400 по-моему не уценился он восьмерка 504 рубля еще чуть-чуть дешевле стало Mazda это в прошлой неделе новинка она еще вряд ли уценилась до 10 445 более подробно я ее в прошлом видео показывал ну так может и неплохая но мне кажется дороговатая цена 124 ешка 1189 рублей тоже уже давно тут стоит вот смотрю появился новый Passat B3 но вседание что редкость для нашего региона предпродажная подготовка написано ну давайте посмотрим серого цвета вот резина сами видите резины можно сказать нету интересно такой цвет светленький так пороги вроде бы целые двери дверь тут ну да двери что-то как под закрытые сзади тоже резина не ахти чуть получше ну тут все целенькое тут все целенькое тут тоже даже как-то странно не нормальный нормальный Passat ну ребята так он еще и на автомате видите коробка автомат это редкость блин 188 тысяч пробег неужели это родной родной пробег у нее электрорегулировки зеркал но электропакета нету да прикольно а что вот это такое подскажите мне ЕС я что-то не знаю это может какой зимний летний режим коробки ну блин врать не буду не знаю есть кондиционер не салон салон посмотрите салон хорошее состояние крыша только крыша видно что перетянутая она опять происла ну так выглядит он целым видно что давно стоит это наверное ну все понятно вот ребята возможно возможно тут изменение номера кузова видите как там все проржавело там чистили наверное эксперты или кто там или милиция моторчик понятно бензин там что-то вот видите такой сыренький такой сыренький такой наверное 1.8 какой-то на 2-литровый не похоже там тоже смотрите масло масло все гонит скорее всего тут перебитые винномера ну внешне так ничего выглядит ну ребята для любителей бумеров старых смотрите какая 34 на досталось ей досталось значит это у нас 518 93 года 1.8 бензин и стоит она 3254 рубля ой бедненькая смотрите как все проржавело но зато отличнейшая можно сказать почти новая резина на литье тут вот так вот кисточкой все подмазывались смотрите пороги не ну я просто удивляюсь адекватности вот оценки вот этой машины ну за что тут 3 копейками тысячи тут места живого нет вот смотрите тут все проржавело уже все отваливается низы дверей пороги тут все так вот поднято смотрите какой слой шпаклевки ну в салоне не намного лучше в принципе сами видите как там все разломано раздолбанно такой же так запах в машине бабушкиного чердака люк засиликоненный фары тоже поколотые с этой стороны да прямо скажем не ахти ну стакана еще с большего может быть так мотор мотор как мотор моторчик маленький еще там место еще можно один мотор такой запихнуть ну в общем такое сомнительное приобретение конечно по кузову она очень страшная то есть еще ладно там по цене запчастей еще можно было бы но по цене адекватной вряд ли кто-то ее купит так идем дальше 210 вот этот вот ржавенький ешечка 320 цди ну конечно досталось ему в жизни кто-то смотрю капот задирал то есть видимо людей все-таки интересует посмотрим что там еще это ешка 260 1790 кто-то ее просил более подробно посмотреть покажу на втором канале переходить кому интересно Astra по-моему она пока не уценяется 11000 тоже я ее показывал неоднократно Mondeo 744 рубля боливарчик дизельный 1100 рублей тоже пока не уценился ну и вот еще одна новинка тоже это Mercedes цешка 180 2001 года выпуска понятно бензин 8 159 то есть около 4000 долларов стоит вот этот Mercedes ну давайте посмотрим визуально вот сами видите тут что-то ему удар какой-то был в крыло бампер задело фары целые но как бы крыло бампер пострадали оригинальное литье Mercedes хорошая резина так в принципе вот еще досталось тоже по зеркалу вот вмята стойка это странный такой удар непонятный или может не один удар ну вот по низам дверей видно вот здесь вот смотрите колесо стоит домиком то есть тут что-то из подвеской скорее всего это замято заднее правое крыло бампер снят вот видите что тут под бампером под бампером фольга но фонарь вроде бы целый крышка целая правда крышка вся в жуках там ну да там какие-то завтатки внутри еще этот фонарь тоже стекляшка отошла ну возможно блин а как это или его с двух или его ребята зажимали милиция с двух сторон зажимала ну не знаю это мои догадки конечно ох тут уже тоже шпаклевки на этом крыле ага бампер вот в багажнике ой в салоне бампер в салоне там песок салонный фильтр там еще какой-то пластик шестиступенчатая механика салон тряпичный немножко уже такой подшатанный руль обтянутой кожей магнитола клима механическая правда подлокотник попробуем открыть капот дернуть в общем мне кажется тоже цена не совсем адекватная хотя еще не самый гнилой мерседес если взять сравнить с тем 210 то этот можно сказать в идеале мотор как мотор все равно 4000 долларов его тут реально надо вытягивать непонятно что там с той подвеской задней тоже сомнительное приобретение галант 815 рублей бензиновый 93 года ну и ну и вот эти вот уже тоже пару неделек стоят C-Max по-моему чуть-чуть уценился 7 925 дизельный ну и вот еще одна новинка и вон еще одна новинка ребята бочечка так это у нас велсатис 2002 года 545 тысяч пробег двухлитровый газ бензин ну и насколько я знаю двухлитровый у них турбо бензин стоял 9400 то есть четыре с небольшим там четыре с половиной тысячи долларов где-то вот так 4300 ну да 2.0 турбо тут других на эту модель моторов бензиновых не ставили в основном дизельные идут это такой в общем французский такой симбиоз то ли то ли легковой то ли минивэн не знаю как бы люди делятся видя это авто на две категории либо они говорят что за урод либо они говорят ну что за блин такая классная красивая тачка поэтому сами решайте какой категории вы относитесь кузов тут хэтчбэк запасочка запасочка тут то есть тут скорее всего будет баллон да газовый баллон как я и думал как-то тут вот так вот все как-то так все подозрительно машина от поляка поэтому скорее всего это вот контрабандиста да вот видите обшивки вот эти сняты сзади с сидений здесь вот крышечка отсутствует сидение продавленное все интересное такое решение вот видите где ремни прямо в сидушках ну вот вверх вот это вот такое типа замши или алькантара кожаный руль механическая коробка полный электропакет само собой не ну комплектация тут будет хорошая потому что потому что как бы это в премиум класс считается мутные такие правда фары да вот судя по польским шильдикам то есть от поляка данный автомобиль ну так внешне он целый но тут могут быть конечно сюрпризы немножко вот по кузову есть проблемки вставки под дерево кнопка старт стоп на любителя машины конечно так ну и вот ребята смотрите наша любимая бочечка тоже написано предпродажная подготовка сразу вот вижу трещину на лобовом стекле вот такой вот залом на капоте как то так блин странно крыло целое или возможно крыло крашеное да походу крыло крашеное а капот решили не загоняться как говорится на скорость изды не влияет зеленого такого цвета вот противотуманки есть бампере тоже достаточно редко тут смотрите какое крыло тут сошел лак кое-где есть коррозия но не смертельно резина лысая да стекло видите и тут тоже трещина ну вот странно что молдинги вот эти на дверях они можно сказать с этой стороны в идеальном состоянии то есть это редкость большая тут вот даже о ребята тут даже смотрите есть даже вот это вот прозрачное вот это вот из полиэтилена из пленки наклейка я даже не удивлюсь если это из Европы машина вот задние хорошие колеса оригинальные колпаки сейчас посмотрим что это за машина бензин дизель ну ребята бензиновая тут немножко на арке потертость такая но без вмятин без заломов ну внешне внешне как бы внешне состояние очень неплохое возможно она даже и не крашеная ну частично крашеная коцка на бампере заднем 80 ну да и здесь тоже а вот только нету вот этой вот вот нету вот этого вот молдинга на крыле остальные ну либо меленные либо все-таки хорошо сохранились посмотрим пробег посмотрим салон сзади ручки салон такой похожий как у меня был в моей бочке регулировка зеркал механическая правда тоже спереди ручки о видите ну да судя по судя по салону состояние ну 147 тысяч пробег но новая машина ребята 147 тысяч пробег это вот что такое я не знаю что за кнопку у меня такой не было кондиционер тут стоит не клима ну да снизу все тут замечательно ну тут ребята видите проблемка с вин номером то есть будет она будет с ограничениями эта машина ну 3 года без права продажи ну как продать можете но неофициально вся эта фигня все эти как как новая вот этот ковролин там вся вот эта хрень пластик ну пластик есть кстати пластик в багажнике обалдеть состояние для для лыж я думаю что за эту бочку буду драться блин еще одна новинка ивека турбодели что-то тут видите или пытались заводить или возможно или ключа нет или чего такой замок короче грызли кусали может хотели да завести вот такой фургончик даже даже это не фургончик это рефрижератор ну скорее всего ребята это тоже от контрабандиста потому что вот видите там такая под установкой холодильной такое как бы стеночка такая ну явно не родная и там возможно были какие-то запрещенные товары ну я конечно могу только догадываться но похоже на то вот ребята вот смотрите кусок ключа то есть возможно просто кусок остался в замке зажигания ну тут так все нормально в принципе машина свежая достаточно где-то года может 2009 10 не знаю сколько она стоит немножко вот на капоте тут какая-то беда заглушены вот эти на кондиционер патрубки ну и так такое рабочее грязное пыльное состояние ну да все-таки видимо на шнурке ее тянули там смотрю ничего нового mercedes прицеп вот этот даф трактор тракторочек стоит никак не продастся ну и тут смотрю уже тоже пока ничего нового вот этот citroen c5 смотрите уже как спустила пневма то есть две недели держалась чуть-чуть уценился 13600 кто-то там просил его подробнее показать на втором канале покажу бочка показывал я ее тоже на втором канале 1529 чуть-чуть уценилась Renault Megane 2003 года 7063 тоже чуть-чуть уценилась ну и вот еще один Passat тоже предпродажная подготовка то есть там вот помните такой голубенький был на автомате и вот тоже похоже скорее всего это из одной партии даже уж очень они как-то так хорошо выглядят эти Passat вот видите как резина хорошая Белшина целые пороги абсолютно бензин бензиновый Passat ну ребята по кузову скажем так живые еще машины ну вот немножко вот тут два таких жучка здесь уже смотрите одуванчики выросли салон посмотрите ребята какой тот был на автомате 334 тысячи пробег салон как новый ну да скорее всего тут тоже будут перебиты номера как и в том то есть возможно на них будут ограничения немножко вот ручка поломана блин ну вообще а где можно найти такую машину даже даже в Германии мне непонятно ну блин где можно найти такую машину вообще у нее салон посмотрите ну даже после химчистки такой салон не будет ну как новый ага пластик пластик есть в принципе даже похоже что целый нету правда запаски ничего тут вот эта вот крышка что-то выскочила накладка пластиковая блин таких идеальных пассатов я давно не видел ребята третьих именно я думаю что и в Германии такие в таком состоянии еще надо будет постараться чтобы найти то есть вот эти ручки они вообще открываются как новые понимаете больное место у этих пассатов тут тоже вот весь пластик посмотрите регулировки тут тоже вот панель такое ощущение что ну вот собственно говоря вот так вот машина должна выглядеть при пробеге там в 300 тысяч ну да вот видите тут тоже вот такой вот ржавый номер то есть на 99% тут изменялись изменялись номера так что возможно будут с ограничениями эти машины состояние хорошее идем дальше Захира 8 764 дизельная по-моему чуть-чуть у нас наверное совсем чуть-чуть уценилась кордоба которая купешка 3 171 чуть-чуть уценилась было 3500 и дизельный этот B6 Passat 11400 все дорогие друзья вот такой вот был обзор если кому-то интересно переходите на второй канал там еще посмотрим пару машин всем пока audio jungle вы вы увидите